Здравствуй, мой дорогой друг, позволь мне сегодня представить тебе моё новое видео по игре Евротрак Симулятор 2 И сегодня я вместе с тобой прокачусь по новой версии карты Сибири В этой карте появился город Екатеринбург и дорога до города Екатеринбург А также появился небольшой участок дороги под номером R239 От Альметьевска до Лиашево Я выбрал именно маршрут до Екатеринбурга А этот участок я проеду на одном из своих ближайших стримов Так что обязательно на канал прямо сейчас подписывайся Ну и кстати, да, ты можешь уже заметить, что это всё у меня работает с золотой сборкой Которой прикручен Казахстан, Русмап и Юг России Всё это вместе работает абсолютно без каких-либо проблем И как только эта карта, эта версия карты Сибири, новая версия карты Сибири, конечно же, выйдет в релиз А релиз состоится буквально уже там в ближайшие дни Я сразу обновлю файлы для своего выделенного сервера И ты можешь продолжить ездить так, как ездил раньше Но теперь уже в сторону Екатеринбурга и Лиашева Поеду я на своём любимом Рено Т Что-то как-то он мне прям действительно понравился Да и с кругосветки я как катаюсь на нём, так он у меня в общем-то в гараже в автопарке и стоит Так, путь у нас будет какой? Путь у нас будет 229 километров По трассе М5 Пройдём СССР Ну и там уже можно сказать, мы приблизимся к городу Екатеринбург Ну и я думаю, что на ближайшей трансляции, которая у меня будет, мы более детально Екатеринбург рассмотрим Сегодня же более такая ознакомительная экскурсия именно по трассе М5 Итак, ну что, поехали Груз у меня скутеры, 9 тонн Ну, думаю, в принципе, нам моего мотора в 500 коней будет хватать Итак, поехали Ой, как я давно не ездил-то, если честно признаться, уже после новогодних каникул Я, наверное, в первый раз, кстати, сажусь за руль в Евротраке Кстати, я Новый год-то в Евротраке и отметил Я думаю, что те зрители, которые давненько у меня на канале Они помнят этот стрим такой небольшой Но прям действительно, прям в новогоднюю ночь мы играли в Евротрак Симулятор 2 и были в мультиплеере Я не смотрел ни одну из трансляций Валера касаемо того, как он строил Екатеринбург и трассу М5 до Екатеринбурга Вообще ни одного стрима не смотрел Поэтому для меня это прям действительно новая-новая версия Обычно как бы я заглядываю, смотрю, что он там делает Какими вещами занимается, что он новое интересное предлагает Но в этот раз решил я для себя интригу такую небольшую сохранить И вот первый раз, как все, на это посмотреть свежими глазами, так скажем Ну, пока продолжаем движение Выезжаем и знакомы нам уже Челябинска Трафика, как обычно, у нас нет Хотя время уже рабочее Время 6 часов утра Уже, можно сказать, даже 7 дают Въезжаем в город Копейск Здравствуйте Ух ты, там база у нас даже присутствует Ну, обалдеть, база деловых линий, кстати, ребята Так, давайте-ка я, наверное, действительно попробую Может быть, трафик как-то немножечко разнообразить Хотя бы на двоечку его включим Ну, чтобы он хоть появился Потому что что-то как-то он не жалует Челябинскую область И Свердловскую область своим присутствием Так, до Екатеринбурга 241 километр Но это до центра города Мы как бы немножечко до туда не доедем И поэтому нам на 20 километров меньше показывает Но будьте уверены, да, что если бы От этой точки центр находился именно там в 20 Ой, точнее в 220 Ну, конкретно здесь, да, километров Что здесь, что на навигаторе, что на знаках Это все бы, конечно, совпадало Так, теперь нам направо Тут уже инспектора остановили Белую BMW M5 E60 Я надеюсь, конечно, что это M5 Но вряд ли, скорее всего, просто обычный дизелек О, трафик проснулся, вижу, все О, о, ой, блин, КамАЗ этот едет, бедолага Хомячок с юга России Доехал сюда, попал в суровые условия Я думаю, мы успеем перед ним прям выскочить Надо бы за ним потом не плестись И будет потом, как в песне Синий туман, синий туман Похож на обман Вот действительно Будешь ехать потом за ним Не в синем, правда, а в сизом тумане Ну, ладно, опустим эти интимные моменты Итак, выходим на трассу Ставим, наверное, на круиз-контроле 80 Я думаю, в принципе, этой скорости будет достаточно Для преодоления тех двух сотен километров Которые на этой трассе нас ждут Перестраиваемся налево Ну и, кстати, со скоростью трафика, я думаю, пойдем Хотя, лучше, наверное, поставить 75 Потому что что-то они тут подтормаживают Ребятки, газуем, 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 газуем Кстати, да, ребята, если вы вдруг сейчас Во время просмотра этого видео Видите какие-то баги Пожалуйста, не волнуйтесь У меня предрелизная версия Если какие-то баги я обнаружу То я эти все баги, в общем-то, передам Валере Разработчику И он быстренько до релиза все это дело поправит Официальная же премьера состоится на его YouTube-канале Ну, в общем, в любом случае Я ссылку оставлю в описании и на группу И на YouTube-канал Дабы вы не пропустили ту трансляцию В рамках которой он еще раз покажет и расскажет Что же он сделал Уже не от, так скажем, не от лица редактора карт Да, именно как вот от лица игрока Как игрок все это будет видеть Ну и, соответственно, как я полагаю В конце стрима, скорее всего, релизнет Новую версию карты Стоянки Это особая любовь у меня на этой карте Потому что они действительно сделаны по тем прототипам Которые есть в реальной жизни Это очень круто Такая даже стояночка Ну, а М5, она богата на стоянке Так что здесь изобилие, можно сказать, стояночное Ты здесь не останешься С голой задницей посреди трассы Река Миас Пожалуйста, здравствуйте Ну, такая, конечно, не бурная Но зелень Зелень это нечто В принципе, с зимним модом не теряется даже шарм Может быть, становится немножечко даже красивее Трушнее, я бы так сказал Но это по сезону Это по сезону Зелень, конечно, здесь высажена Все невероятно круто Смотрите Не сказал... Сказал бы, наверное, что это дачный поселок Но, по всей видимости, это была какая-то деревня Я думаю, те ребята, которые из этих мест Здешние, местные Они, я думаю, сейчас быстренько напишут в комментариях Где мы едем Баландино налево, Дубровка направо Ну, по всей видимости, это и было Баландино И там на остановке даже что-то было написано Но, наверное, это и было Баландино Не успел прочитать Ну, извините, я не такой быстрый чтец В движении на скорости Мы продолжаем движение Трассы вверх-вниз, вверх-вниз Влево-вправо Не скучно Это уже хорошо Так, Челябинск, Екатеринбург Прямо долго деревенское Нифига себе названия какие тут Нужно прямо останавливаться для того, чтобы прочитать Ну, а мы идем в сторону города Екатеринбург По знакам 178, по факту 166 Ну, то есть даже вот так немножечко мы обгоняем эту историю Снова вставляем круиз-контроль И потихонечку-потихонечку ползом Не, вообще здорово то, что именно Урал Расширение Урала пошло Я думаю, в дальнейшем карта будет расширяться в сторону Казани и так далее Дабы просто, когда выйдет, я надеюсь, DLC сердце России рано или поздно, оно 100% выйдет И когда все это вместе соединится, вместе с Волгой, вместе с Сибирью Там просто-напросто не будет пустых мест Чтобы не создалось, знаете, какого эффекта Типа слева, грубо говоря, ты смотришь на карту, у тебя огромный кусок сердца России Справа у тебя карта Сибири А посередине какая-то тонкая ниточка из двух-трех дорог Надо все-таки, чтобы было как-то более-менее все равномерно размазано, скажем так И чтобы контента было везде, и чтобы плотность прям дорог была очень-очень неплохая Теперь всегда можно успеть сделать Я думаю, что сначала все-таки нужно сделать конкретно западную часть Ближе к центральной России, уже туда приблизиться к сердцу России И уже спокойненько делать Сибирь Благо задел сделан, до Кургана практически Мы там уже можем доехать, даже можем доехать до Кургана Так что все хорошо Направо у нас на Кунашак идет дорога Ну, такие развязки, знаете, весьма классические Я и у себя в Омской области даже такие наблюдаю достаточно часто Вот конкретно эта развязка тоже очень напоминает мне развязку за, дай бог, памяти Лузина, что ли Или перед Лузина за входным Давно я уже по этой трассе не ездил Короче, эта развязка тоже, кстати, была, по-моему, и на карте Омской области На карте Сибири тогда, значит, тоже была ранняя версия Ну, прям вот практически она один в один типовая Так что тут все очень-очень похоже друг на друга Леса мне нравятся, как выставлены То есть, ну, вот как вот едешь И как будто бы, да, ты в реальной жизни Ты в реальной кабине Тоже такими небольшими лесочками все это выставлено Поля засеянные Здорово Был бы эффект сезонов в игре Я думаю, было бы здорово наблюдать на полях Там летом цветущую пшеницу Рожь, ну, и другие культуры, которые там можно высадить осенью Они там меняют свой цвет Убираются, собираются, комбайны появляются И думаю, будет прикольно, если это сделают Так, здесь у нас разворот на Челябинск Если вдруг вы передумали ехать в Екатеринбург Ну и здесь, соответственно, то же самое Если вы передумали ехать в Челябинск Вы можете развернуться и поехать обратно в Екатеринбург Я уже ждусь Ждусь, не дождусь Когда я доеду до въездной стелы Екатеринбурга Я ее видел, наверное, как и многие сотни тысяч раз В одном очень известном сериале Не будем называть его название Я думаю, все вы прекрасно знаете, что это за сериал И очень интересно, любопытно мне будет посмотреть Реализована ли она здесь или нет И если да, то вот я по фоткам Ну, по видео, по интро в этом сериале Помню, как она выглядит И сейчас мне будет интересно посмотреть Насколько здесь она прикольно Ну, не то, что прикольно Насколько она правильно здесь сделана Ребята тут что-то остановились Да, ну зелени здесь, конечно И что самое интересное, ведь не лагает Вот что самое главное Оптимизация, то есть здесь прямо на уровне 98 до Екатеринбурга Аллаки, Кослик и Штым Все у нас налево Небольшая стояночка, если вы вдруг устали Либо в конвое вы здесь едете Хотите там подождать своих друзей, знакомых Пожалуйста, можно заехать Немножечко передохнуть Подышать свежей Екатеринбургской пылью С этой замечательной стоянки С Кургана вон люди едут 45-й регион Ну, здесь такие регионы Да, вот чисто местные, можно сказать 66-й регион Можно так ради интереса просто посмотреть 58-й даже присутствует 74-й Ну, да, здесь собрались все Местные, можно так сказать Ну, тут поле засеяно Красиво выглядит Не, красиво-красиво Очень красиво Я не знаю, какие здесь еще слова просто говорить Ну, это просто реально красиво Каждый раз Казалось бы, да Но каждый раз как-то Валера меня Умудряется удивлять Тем, что он делает То есть оно не все одинаковое Вот что самое главное Давайте сейчас, допустим, мы вернемся в Курган И посмотрим, как это все будет там Либо уедем куда-то южнее Да, по этой же карте И там все поменяется Ландшафт поменяется Природа поменяется Деревья Ну, деревья плюс-минус у нас везде Все березы одинаковые по всей стране Ну, вы меня поняли, в общем, да То есть он делает Можно сказать так же Как делают чехи в Америке То есть в Американтракт-симуляторе Когда выпускают свои штаты То есть, казалось бы, штат-то маленький, небольшой Допустим, та же Монтана Но они умудряются как-то вот ее изобразить так Что на севере она одна На юге она другая На западе и востоке она Ну, плюс-минус, конечно, одинаковая Но все равно она отличается от запада и востока И очень ярко это у них, конечно, получилось сделать в Техасе За счет того, что штат очень-очень большой И там прям это очень-очень чувствуется Ну, и здесь это тоже прослеживается Еловые леса у нас пошли Такие классные, соусные Река была под названием Синара Если я не ошибаюсь Свердловская область Здравствуйте По-моему, поезд такой есть Синара Я могу ошибаться Я не особо вражу до тематики шарю Но где-то я это слово слышал Синара По-моему, это поезд как раз-таки Какой-то чуть ли не ласточка Или что-то такое Не знаю, вот честно Думаю, что в комментариях Меня ребята поправят Специалисты по железнодорожной тематике Слева у нас будет Город СССР На карте на навигации его видно Ну и вот, пожалуйста, на знаках он тоже появляется А Екатеринбург у нас Прямо до него у нас остается Буквально уже 40 километров Очень быстро едем Леса прям так нависают над тобой Сплошной стеной стоят Очень красиво Очень красиво Немножко откидывает в Монтану Прямо вот Вот что-то есть такое Дорожку бы только однополоску И разделителю брать И разметку желтой сделать И чистейший просто будет Американтрак В Монтане где-нибудь Немножко в горку поднимаемся Насколько я полагаю Камеры контроля скорости Но мы не нарушаем Идем в принципе в допусках 75 километров в час Можем еще на пятерочку прибавить И нас за это никто не оштрафует Что самое главное Жду не дождусь вывески Где же она Где же, где же, где же Это стелла въездная Екатеринбуржская Полевская у нас направо Но нам туда не нужно Мы пока что едем прямо Опять же повторюсь Да, аэропорт Кольцово И так далее Все это мы с вами будем исследовать Уже на стриме Более детально там покатаемся Посмотрим Возможно по месту Где-то поработаем В общем, да Заезжаем в Екатеринбург Уже сделана такая Новомодная тема Как это по последним поправкам То есть теперь в городах Не ставятся таблички перед камерами То, что будет фиксироваться скорость Теперь это просто ставится На въездной знак В городе И все Екатеринбург Ну, немножко, конечно, не та стела Видимо, с другой трассы надо заезжать Ну, ладно Хотя бы я такую увидел Оставим, получается, это все На трансляцию Включай фары Находясь за городом Хорошо Обязательно Обязательно Включим фары Хотя, в принципе, они у нас включаются В автоматическом режиме Было бы здорово, кстати Если бы чехи реально добавили автосвет В принципе, мы уже с вами имеем Автоматические дворники Так что Я думаю, дело времени Так, тут нам нужно направо И держаться нам нужно левее Эти развязки я, конечно, очень-очень не люблю Но отсюда можно уйти на тюмень В случае чего Так, братан Я надеюсь, ты не поедешь Отлично А то у них в последнее время Инстинкт самосохранения Вообще наглухо просто отключен И они могут кинуться Прямо перед тобой Выворачивать А ты там что хочешь Что и делай в этот момент Екатеринбург Как я полагаю У нас был Сейчас мы на него еще немножечко С другого ракурса посмотрим Аккуратно Везем очень ответственный груз А то как Как же так? Привезем разбитые скутеры в город Пацаны мелкие Как они будут без скутеров-то? Это ж такая техника важная Для каждого пацана Вот он, Екатеринбург Справа У нас остается А мы немножечко Получается Как бы Уходим Западнее В западную часть Горочка у нас небольшая Будет впереди Давайте до 80 поднимем Я чувствую Что машина хочет Есть такое Вот машина хочет Но переключи Ты Ну дай мне еще чуть-чуть Ну дай мне разогнаться А ты ее держишь Я вам прям довольный Но груз легкий Тем более 9 тонн всего лишь Поэтому он быстро На повышенную переключается И ползет Отсюда до Перми У нас уже 361 До Казани ровно штука Тут мы уходим Направо Это как я полагаю Могу сказать неправильно Если что Опять же Поправьте Екат Наверное это был Либо его часть Скорее всего Опять же Буду ждать критики От ребят Которые здесь Живут Надеюсь Что подписчиков Из ЕКБ И окрестностей У меня Вполне себе Достаточно Так тут аккуратно Эти полоса разгона есть Но все равно Нужно поглядывать В зеркало Сразу по желанию Конечно Не по желанию А желательно Занять левый ряд Потому что нам потом Поворачивать налево Под 90 градусов Хоть тут и светофор Но Мало ли что Мало ли Мало ли Мало ли Нужно быть очень внимательным За рулем Грузового автомобиля Так Ну мы подъехали Вот уже база Даже заправочка Тут какая-то имеется Ну по ощущениям Не знаю Минут наверное На 13-15 У нас Маршрутиц этот Выдался Ну неплохо Нецелесообразно Наверное Гонять фуру Туда-сюда На такую дистанцию Я думаю На мелкашки На пятитоники На одиночки Было бы Поинтереснее По рпшнее По дальнобой Да Конкретно в этом видео Но я уж Так привык Что Новую версию Какой-либо карты Я всегда обкатываю Именно на своей тэшке Наматываю километры Никуда Я ее не продам Уже Двадцать с половиной тысяч Я уже на ней наездил Повидала Весь мир машина Реально Весь мир Евротрака Эта машина Повидала Так мы уходим налево Справа у нас стоянка В случае чего Мы можем там Заночевать Если нас отсюда Выгонят Называется у нас Компания Мастер Груз Транспортные Грузоперевозки А то есть Это видимо Какая-то реальная Компания Либо это ВТК Какая-то Вот это интересно Ничего себе Маркетинг Шагнул На новый уровень Интеграции Шагнули Действительно На новый уровень Ну что Господа С приехал Вам нас Как говорится Пусть у нас Немножечко Мотор поработает Турбинка остынет Что сказать по карте Ну как обычно Здесь я Удостаиваю Автора карты Самых ярких Слов Похвалы Самых ярких Эпитетов Сделано Как всегда На совесть Сделано Очень качественно Насколько схоже Я к сожалению Сказать не могу Потому что Тупо в этих местах Я никогда не был И мне вот приходится Только судить По тем факторам Которые я Изложил выше Это качество Ну и просто Визуальная составляющая Ну а Похожая Или нет Пишите уже В комментариях Мне самому Будет интересно Почитать Насколько Все это Ужато Имейте ввиду Да Что если Какого-то там Маленького поселочка Либо какой-то Малой деревни Нет Это не из-за того Либо не было Не было добавлено Из-за того Что ну вот В игре Такой масштаб По-другому Там никак Не извернуться Но на этом Все Спасибо тебе Огромное За внимание Спасибо за то Что досмотрел Это видео До конца Я надеюсь Оно тебе Понравилось Здесь лайк Нужно поставить Даже не столько Мне А сколько Опять же Автору Карты За то Что он Постарался Сделать Такую красоту И выходит Все это Абсолютно Бесплатно Переходи По ссылкам В описании Подписывайся На группу Автора И на Ютуб Канал Автора Где он Прямые Трансляции Проводит И в прямом Эфире Все это Великолепие Строит А на этом Я с тобой Прощаюсь Спасибо тебе Еще раз Огромное За внимание Пока-пока И еще Увидимся